Приветствую, дамы и господа! Добро пожаловать на канал Archpanzer, где мы продолжаем играть в BattleTech. В прошлой серии мы выполнили крайне сложное задание, выполнили его успешно. Правда, все наши штурмовые мехи отправились на ремонт, но заодно я здесь поменял некоторое оборудование. Не сказать, что что-то прям как-то кардинально изменило, нет, просто если было оружие с плюсиками, я, соответственно, их на мехи поставил. Также я за кадром выполнил один контракт, но, собственно говоря, как обещал, ничего там интересного не было. Взял я только деньги, запчасти не брал, никаких приключений в этом задании не было. И на этой планете, по большому счету, делать нам больше нечего, поэтому полетели на сюжетное задание. Направляйтесь на панцирь и защитите обитателей этой планеты от теорианцев. По данным нашей разведки, против войск противника будет фиктивный отряд, который считает в себе прочных мехов, носящий большой урон и маневренных разведчиков. Так, а вот это интересно. Большой урон и маневренные разведчики. Самый маневренный разведчик это у нас батлмастер, по большому счету. Он у нас самый шустрый. Из штурмовиков. Из тяжиков. Да нет, по большому счету, он вообще быстрее всех у нас. Даже быстрее, чем тяжа. Можно, конечно, со склада вытащить что-нибудь легенькое для экспериментов, так скажем. Дракон, крик-дроу. Да, я здесь еще дублирующих мехов убрал, оставил себе 5 тяжелых и, соответственно, штурмовых. Ну, чтобы они деньги банально не ели, потому что я их все равно пока что не использую. Раб средний. Да, много, конечно, мехов, которыми вообще даже не пощупали, так скажем, те же ханчбеки. Но, вроде как, дальше будут задания, где будет ограничение по массе, надо будет этих товарищей со склада вытаскивать. Тогда и попробуем. Ну, ладно. В принципе, я более-менее соответствую, только мне тогда батлмастера надо починить. Батлмастер. Ну, или Зевса. У него тоже обзор хороший за счет модуля. Что у нас тут? Батлмастер, Зевс. А сколько дней лететь? Девятнадцать дней. Семь. Хайлендер, Сталкер, Айвсом, Батлмастер. И сколько? Ну, да, Батлмастер тоже будет готов. Айвсом, девятнадцать дней, Арион, двадцать. Ну, ладно, полетели. Так, контракты, защита панциря. Погнали. Да, денег более-менее заработал на этот месяц. Хватит чем заплатить. Ну, а потом задание выполним, получим. Так, нормально, нормально. Ресные системы. Да, конечно, за корабль мы еще много платим. Ну, ладно. Давайте на нормальном уровне оставим. Ситуация крайне плачевная. Да, нормальная ситуация. Не нагнетай. Там сейчас больше миллиона нам дадут за задание. Еще перелет? Нет, все. Дальше своим ходом. Мы почти не осталось. И 16 дней. Бонус 3 к медицинским очкам закончился. Ну, ладно. Командир, мы прибыли на панцирь. Продолжим. Нет, пока ран. Давай сначала в магазин зайдем. Есть что-то интересное. Это вообще чья планета? Вождебная? Или чья? Нет, мы тут защитить должны. Значит, это... Значит, это наша система. Арго. Да, это лоялисты. Отлично. Давайте посмотрим, что у них в продаже есть. Так, оружие. Все плачевно. Зато модификация рук бешеные просто. Плюс 60 к урону устойчивости в ближнем бою. Вот так я понимаю. Вот это бабахло. Модификации ног есть. Плюс к урону. И защита от урона. Крышковые двигатели. Вот это модификация интересная. Хотя и вот... А. Ну да, это, конечно, больше урона наносит. Но, блин, 3 тонны весит. Эти вот можно купить. Здесь к урону устойчивости плюс 20 к урону устойчивости. В том плане, что они ничего не весят. Просто место занимают. Давайте я их сразу куплю. Куда все пропало. Ну да, сортировка сбрасывается после покупки. Модификация ноги. 54 тысячи. Ладно, мехи. Целых мехов нет. Можно вулканов покупать. Но... Ничего мега интересного здесь для нас нет. Ладно. Но нет. Перед тем, как отправляться, заглянем к мех войнам. Посмотрим, что по оптам. Так. Апекс. 7500. Ну ты, наверное, на это задание пойдешь. Арч. 7800. Да, давайте ему тактику поднимем. Мастер подсельных выстрелов теперь у нас. Бегемот. 10500. Блин, бегемот. Ты скоро вообще все прокачаешь. Обалдеть. Краун. 5400. Ладно, пока. Декер. 4500. Стрельбу докачаем. Грич. 13400. Стойкость. Ну да, стойкость. Остальное, наверное, в пилотировании ей пахнем. Так. Айрон. 3600. Пилотирование или тактика. Пилотирование. Максимальный спринт побольше будет. Медуза 8300. Пилотирование или стойкость. Стойкость штраф задач убирает еще. Давайте стойкость добавим. Сквайр страйдер. Пока ничего не качаю. Будем качать, когда... Ну, когда их бой возьмем. Ну все, в принципе, готово. Хотя, давайте посмотрим. Пробежимся по мехам. Так. Ну, на сталкере я ничего, кажется, не менял. Хайлендер. Да, вот на хайлендере я, кстати, немного поменял. Я здесь убрал... Питч. С увеличенной дальностью. Я поставил обычный сюда питч. И РБДшки поменял. Здесь у меня было две РБД-10. Да, сейчас я поставил РБД-15 и РБД-2. Это еще... Ой, РБД-5. Еще и на тонну меньше теперь весить стал. Соответственно, на лишнюю броню, по-моему, я добавил. Или средний лазер один. Да, еще средний лазер я вот один добавил. По-моему, его раньше не было. Поэтому на средней дистанции немножко получше будем действовать за счет среднего лазера дополнительного. Зевс. Здесь, по-моему, я ничего не менял. Я хотел дальномер с него убрать, поставить на другой мех. Ну, ладно. В принципе, пускай это товарищ у нас в качестве разведчика пока используется. Можно в Бэтлмастера переставить вот этот дальномер, который на большее расстояние дает. Потому что движение у Бэтлмастера получше. Здесь я, по-моему, тоже ничего не менял. Ну, может быть, вот малые лазеры поставил с плюсиками. Здесь были обычные. Они вообще, по-моему, я их уничтожил в прошлом бою. Так, авиасом. Авиасом, авиасом. Радиаторы, лазеры, лазеры, лазеры. Да, там так все и было. И... Да, с этого авиасома я печи снял. Не помню, я вообще брал бой. Помню, не брал их в прошлый бой. И, соответственно, за кадром я вот этого авиасома тоже использовал. И он мне понравился. Вот именно в такой комплектации. Два больших лазера и две РБДшки. И в итоге здесь еще огромное количество радиаторов. Он вообще не нагревается. И это прям очень здорово все смотрится. Не знаю, понравился. По броне еще более-менее. Конечно, можно немножко радиаторов снять, брони навесить. Но можно и так попробовать. Вполне такой неплохой мех получился. Точнее, не то, что получился, а в принципе неплохой мех уже в базовой комплектации. Так, а, даже нам ничего рассказывать не будут. Ну ладно. А, ну, собственно говоря, вот так я и ходил на прошлое задание за кадром. Авиасома вот это убрал. Парочку арчеров и игра с хоппера. Так, ну, кто у нас пойдет здесь? Обязательно хайлендер идет. Обязательно сталкер идет. Насчет вот этого, авиасома не уверен. Он, конечно, да, неплохо действует. Но это такой, знаете, дальнобойный снайпер. Он медленный такой, пока там растележится. А нам нужен кто-то шустренький. Ну, Battle Master и Zeus, наверное, пойдут. Battle Master и Zeus. Battle Master и Zeus. Или айсома все-таки взять. Айсомы вот этого и лазерного можно взять. На котором много лазеров, больших и средних. Наш, не знаю. Да нет, пока Zeus возьму. Может быть, когда перевесим вот этот модуль разведки куда-нибудь на то же на Battle Master. А Девце, может быть, я и откажусь. Но пока что... Пока что он меня устраивает. Ну, по большому счету, да. Наверное, это... Ну, хотя ладно. Пока используем. Так, Арч, ты давай меняйся. Арч, Хайлендер. Глич на сталкере. Бегемот. Battle Master сажать. Мега лазерные удары. У него будет с краткоствольным питч. Ну, давайте, наверное, ее. Сюда бы, на самом деле, с такой компоновкой вооружения надо товарища вот с этим сажать, с выбросом теплоносителя. Может быть, тогда поменять бегемот в Хайлендер? Но нет, нет, нет. На Хайлендере нужен пилот с многоцелевым залпом. Что бы вот одного Арча, Battle Master. Но у нас такого нет. Так, здесь. Бегемот, пускай лад на Battle Master едет. Зевс. Декера выдать. Уапы, уапы. Большие и средние. Медуза. Декер. Декер, декер. Давайте, наверное, декера сюда возьму. Нужна разведка. Первоклассный пилот. Ну да, не будет у них здесь, конечно, залпов многоцелевых. Но что поделать. Будем все в одно бахать. Да, давайте, наверное, так отправимся. Биом полярный. Сложность показывается невысокая. Но на самом деле на сюжетных заданиях сложность понять весьма относительная. Что такое голод, я узнал еще дома на высотах Насао. Отбирать еду у голодных это слишком низко даже для такого чудовища, как Остергард. Защитите командный центр космопорта от нападений турианцев. Не дайте турианцам захватить десантные корабли лоялистов. Что-то подобное уже было, по-моему. Только там уничтожали десантные корабли. Защищали же мы уже космопорт. А если нет? Жители панциря попали в безвыходную ситуацию. Командир, здесь уже никого не удивишь голодом. А турианцы избрали свои мишени космопорта, из которой мы доставляем на планету гуманитарную помощь. Прямо сейчас несколько отрядов турианских БТР вместе с мехами двигаются по направлению к командному центру космопорта. Если они сумеют захватить его, наши корабли снабжения окажутся в ловушке. Жители панциря умрут от голода. Турели космопорта уничтожены. Дом Децмис не сможет отразить атаку такой силы, поэтому турианцев должны остановить мы. Защитите космопорт и не дайте транспортникам достичь командного центра. Возможно, они также отправят отряд, чтобы разобраться с нашими ранеными, командир. Если у вас есть пара свободных мехов, может быть, вы поставите их охранять наши казармы? Мы понесли слишком большие потери, пока не можем защитить себя. Нам крепко досталось от турианцев, командир панзер. Второй полк практически полностью перебили, но под моим командой у меня осталось еще несколько некомбатантов. Некомбатантов. Не знаю, что это такое. Мы сделаем все возможное, чтобы оставить реставрацию. Если вы сможете помешать всем турианским БТР добраться с командным центром, мои люди перехватят управление турельми космопорта. Боюсь, что если они прорвутся, мы ничего не сможем с этим делать. У нас просто недостаточно сил для того, чтобы противоречить турианскому десанту в боях на поверхности планеты. Удачи вам, командир. Так. Остановите эти транспорты, командир. Нам больше не на кого надеяться. Уничтожьте. Уничтожьте. Помешайте. Так, а сюда... Так, а сюда-то кто может прийти? По этой дороге вот как-то пойдут, что ли? Я думаю, кого отправить. Если отправлять... Если бегемот на батл-мастере туда отправить. Но беда батл-мастера... Даже не то, что батл-мастера, а бегемот. То, что нет, много целевого залпа у нее. Пишу лазерные турели. Давайте я ее попробую отправить сюда. Обнаружен противник. Они отсюда, что ли, идут? Так, что-то я немножко растерялся. Откуда они пойдут-то в итоге? И зачем мне сказали, что сюда отправить? Это даже задание нет. Так, ладно. Хайлендер, давай сюда. Но сзади-то же никто не придет. Да нет, сзади край карты. Не должны бы они отсюда прийти. К сталкер. Даже нет, Зевс. Китайм сюда, встанет. Сталкер. Просто сюда на территорию зайди. Отсюда, бушбахай. Точно приземлился транспортник. Полный турянский диверсант. Если они доберутся до казармы, они перебьют всех моих ранних солдат. Пожалуйста, командир, остановите их. Ага, вот досюда. Ну а тут же противники идут, блин. В смысле, остановить их. Так, а ты откуда бежишь? Он прибежал. Нормальный ход. Это кто там так бахнул? Так, ребята, вас не слишком много. Я, конечно, ничего не хочу сказать, но смотрите, еще он... А, это БТР и сейчас будут стрелять. БТР и... БТР и... А сколько тебе здоровья БТР? Жалко на него весь зал потратить. Хочу так сделаем. Хватит, чтобы убить ты его. Да ладно, он пережил. Этот негодяй пережил. Где? Ой-ой-ой. Так, но уже за один ход не доедет, правда? Чего тебе мчится? Чего тебе мчится? Ничего себе, он мчится. У тебя и вообще пулемет, пулемет и пашка средних лазеров. Вооружение так себе. Так, Хайлендер. Как-нибудь вот так вот, что ли, сделать. И много целевым залпом. Давай сюда. Средний лазер. Блин. РБДшками вот его, наверное, уроним. Или всем уж сюда выстрелить. Да, в него точность маленькая. Ладно, пускай пич полетит. Ладно, убили. Требушей сейчас упадет. Да, требушей упал. Командо? Эх. Ладно. Так, здесь что делать? Бегемот. Давайте сюда прыгну. Уничтожим сразу эту дрянь. Давай, огонь. Так, второй БТР лопнул. Стендинг бай. А, хотя нет, подождите, видим. Вот отсюда будем видеть. Поехали. Да, конечно, мы в лесу, но... Нормально, так нам сейчас уже достанется. Ой-ой, сколько у тебя здесь 90? Просто. Ладно, просто стреляй. Отлично. Третий БТР лопнул. Ну, давайте, комары, побежали. Здесь вот еще кто-то высадился где-то. Казармам хотят бежать. Ладно, здесь терпим, но... Да, конечно, они относительно слабенькие. Там будут лопаться с одного-двух выстрелов. Ну ладно, может быть трех. Ну, блин. Так, кто там спич лупит? Выходить надо из этого леса. Кто-то вот прям очень издалека бьет. Так, глич. Кстати, новых БТРов-то не было. Новых-то БТРов не было. Может требуше добить. Давайте требуше добьем. Я не буду сейчас выстрел распылять. Просто в центр торса. Не дадим ему сходить. Отлично. Ты видел это? Ты видел это? Ты видел это? Ха-ха. Всегда радует ее вот эта фраза победная. Так, окей, еще БТР. Еще БТР. Здесь вот что делать. Здесь можно... Блин, да, бегемот только... Ну, ладно, выходи. В том плане, что надо их подсветить. Хайлендер тоже по ним будет бахать. Так, здесь Росомаха и Командо. Если по Росомахе. Так, перегрев. Перегрев. Вот так вот без перегрева будет. Или он пострадал? Ну, в центре торса неплохо так пострадал. Так, арч. Арч, арч. Мммм... Вот с этим танком проблема. Но мне кажется, он за один ход не успеет доехать. Я, по крайней мере, очень сильно на это надеюсь. Можно по команду ракетами бахнуть в Росомаху основным оружием. А Зевсом попробовать сюда пробежать и машинку убить. Так, окей, я его не вижу. Как-то вот так вот можешь встать. И заодно типа лесок будет. Да, укрытие бастион, лесок. Прекрасно. Тогда в Росомаху летит у нас прямая наводка, а в тебя ракетки полетят. Да, прекрасно. Огонь. Пойдешь? Ой, хорошо попал. Еще и ранили пилота. Так, Деккер. Блин, Деккер машин не видит. Но я надеюсь, что она не сможет нормально сюда ехать. Зевс. Можно, конечно, вообще-то идти отсюда. Можно попробовать команду убить сейчас. Отлично. Хороший залп. Так, Деккер, и теперь можешь отбежать, к слову. А давайте я отбежу. Чтобы по нам там, дружище, спич не бахал. Ай-яй-яй, командир, еще ГТ1. Показывай, показажи Торианам, что мы никогда не остановимся. Так, но нам надо все БТР уничтожить, чтобы активировать Туреля. Еще три БТРа. Один БТР я вижу, где-то еще два. Так, Зевса. Ну Зевс, конечно, страдает. Уже вторая полоска брони закончилась. Ух, мимо, ладно. Какой-то там настырный пич-стрелятель. Так, глич. Так, кстати, два танка. И здесь танк. Может быть сейчас как попытаться их уничтожить? Чтобы турели активировались. Ну, чтобы их уничтожить, сейчас не нужно тогда стрелять глич. Ладно, я отложу. Нужно постараться на этот ход уничтожить все БТРа. Сейчас спустимся бэтлмастером сюда. Ну, глич, так ты в лес только не вставай, нигде. В лес не вставай. Молодец. Так, раз сама хочу бэтлмастера в рукопашную решил стукнуть, что ли? Ах ты, пес. 70 урона. Больно. Мне еще 20 урона. Так, а ты чего не поехал? Или у него единичка инициатива? Так, Хайлендер. Давай, получается, сюда иди. Нет, на этот ход, получается, не получится мне всех уничтожить. Хотя, может и получится. 90. Ладно, опять-таки давайте прямой наводкой сюда, а ракетами в росомаху жарим. Отлично. Лопнула машинка. В росомах немножко пострадал. Да. Ай, ТРМД установка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, блин. Просто добрый день. Так, и я, насколько понимаю, за БТР она не считается, да? Сколько здоровья, дрянь. Так, а ты ее еще не видишь, что ли? Кстати, помните, у нас была миссия тоже по бегемоту. РМД установка вжарила. Как-то... Не везет ей на этих негодяев. Урон, конечно, они просто космически наносят. Не ожидал я, что здесь такая техника будет. Я думаю, БТР еще один. Вот так тебе, с запасом. Ну да, она не засчитала за БТР. Устойчивость. Так, декер. Спиной придется встать. Придется встать. Спиной к легким товарищам. Можно, конечно, инициативу ему повысить, но... Равно по нам попадут. Мне давайте точным ударом, чтобы гарантированно его убить. А то сейчас начнут с промахи. Отлично. Остался последний БТР. С бегемота, что делать? У нее все относительно плохо. Я думаю, что вот так вот сделаю. Можно было, конечно, и в ближнем бою шарахнуть. Отперто в перегрев, а. Падай. Ну ладно, он хоть упал. Его, в принципе, глич сможет убить на следующий ход. Ой, блин. Ладно, нам осталось уничтожить один БТР. И включится турель, немножко полегче будет. Так, он в Хайлэнда расстреляет. Ладно. Техника 80 тонн. Это кто, интересно, там такое едет? Что за красавчик? Так, здесь Росомаха. Ну надо его убивать. Просто залп в Росомаху. Нельзя дать ему подняться. Нельзя дать ему подняться. Отлично. Вот это БТР. Сейчас мы его уничтожаем. У нас турель включится. Да. Это что-то страшное там. Да стой ты уже. Негодяй. Так, Арч. Блин, Арч. А ты его... А нет, вот отсюда будем. Но она вроде прямая наводка, вроде не особо прямая. Это вот отсюда будешь видеть. Но здесь вот эта штука по нам жарит. Ладно, посмотрим, что там. Что это такое 80-тонная здесь приехала. Так, во-первых, там пантеры есть. Пич-установка Шрек с тремя пич. Ух ты. Пич-установка Шрек. Можно, конечно, ее попробовать убить. Интересно, а турели сразу включится? Ладно, давайте лучше сюда. Я надеюсь, что турели прям в этот ход подрубятся. Супер. Турели? Вы же сейчас начнете прям стрелять? Нет, не начинают. Чертов, Шрек поехал. С тремя пич. О, Зевс, терпи. Да ладно, все мимо. Все мимо. Там кто... Кто за рулем? Кто на этих... Не знаю. На наводке. На рычагах. Уничтожьте всех нападающих. До казармы добраться. Ну там, я не знаю, добирается кто-то до казармы-то или нет. Вроде показали, что кто-то высадился. Команду. Есть смысл много целевого залпа или просто в команду вжарить залпом? Давайте, его попробуем вырубить. С хорошим таким плотным выстрелом. Ладно. Давай, обращаю ваше внимание. Прицельный выстрел гораздо лучше теперь стал у Арча. После того, как мы прокачали ему тактику. Так, здесь. Можно, конечно, батл мастером остыть. Можно попробовать выстрелить. Наверное, я пич выключу. А включим лазеры. Рогер. Те турянские ПТР уничтожены, командиры. Держитесь, мы уже запускаем турели. Ага. Блин, на следующий ход только турели включатся. А. Ну, замечательно. По крайней мере, противник теперь агрится на них. Уже хорошо. То, что они активированы. Активированы. А. О, колесный ПТР. Приближаются. Турельки, вы как-нибудь там помогите, что ли? Я, конечно, могу туда бегемот отправить. Но она не так скоро прибежит. Да, минус турель. Ваш ход глич, а ты... Блин, ты тасюд не добиваешь, да? Да, надо тут не добивает. Реконер. Реконер надо убить. Какой-то он не очень приятный. Ну да, попросил выглядит, смотрите. Да, хватил урон на него. Блин, тряпич. Ха-ха-ха. Нормально, такая энергоэффективность у дружочка. Ты зачем в свой казарман стреляешь, дурачок? Ваш ход. Так, бегемот. Тебе нужно прямо бегом сюда. А если прыжком? А если чей спринт? Давай спринтом. Кемендер? Как Декера? Давай точным ударом. Да, просто в центре торса. хорошо счет бежать ну не знаю сюда давай бегем шо бахнули так арч блин не долетаешь арч ладно двигайся вперед я боюсь сейчас бтр успеет заехать мы с этим с этим еще делать не сможем ладно что ж вы косы какие турели ох ничего себе супер вы справились командира благодаря вам наш народ безопасности мы никогда не забудем то что вы сделали для нас обалдеть очень плотненькая там турель покажите что из-за турель такая тяжелая лазерная турель ну да с такой турель у шутки плохи так меч давай финальный залп до таких сюжетных заданий сложен не сам бой а вот эти вот условия что не дать захватить не дать заехать перехватить остановить все вы справились командир вы прогнали их проще и спасли всех нас я позабочусь о том чтобы эту пищу раздали людям которые нуждаются не я вижу лейтенант учтите я не могу пообещать вам что они не вернутся мужа привыкли к тяжелым временам леди арана наше положение серьезно худшего с тех пор как ваш дядя пришел к власти но тем не менее мы еще держимся до тех пор пока мы получаем от вас гуманитарную помощь мы найдем способ выжить вы можете рассчитывать на нашу поддержку я сделаю все что моих силах обещаю хорошо и ничего себе мешать в этом добраться до командного центра на 40 процентов на 25 процентов не позволили казармам доехать в итоге 2300 нам аж отсыпали это здорово да правда battle мастер пострадал один залп рмд установки и штурмовой мех просто всыпется круто ухты а вот это лазер неплохо так но здесь ерунда всякая три пушера сама хоть не интересно еще что им с плюсиками да есть ничего себе мы все берем ну хотя сейчас посмотрим а что им другой часть интересная пич с двумя плюсиками еще есть куча рмд с рмд установки упала может оборудование чего каком сеть интересно нет оборудования никакого в итоге рмд 6 есть ну ладно давайте уже тремя плюсиками возьму так где сколько средний лазер с одним плюсиком пич с двумя плюсиками рмд болин передами плюсиками это круто пич пич с двумя плюсиками плюс 10 к урону 60 урона ну а давайте вместо этого среднего лазер возьмем так сок команду нам упал ну и все может ничего интересного не упала ладно давайте дальше что у нас по сюжету если выйти из союз этой фракции то ее враги перестанут быть вашими врагами логично и тром на орбите леди арану поступил зашифрованное послание от леди сентреллы она сообщает о по так леди сентреллы напомните это кто она мари сентрелл настоящий эталон а это магистрат конопуса элегантная фигура остро умнее отразимое боя не повторимое мастерство области политики она сообщает о повышенной активности флота он ю вандербурга там замечен не менее пяти десанты кораблей флота конкордата с эскортом застребителей по словам ее агентов они направляются к нам положение становится невыносимым даже если мы будем побеждать в каждом сражении нас погубит износ оборудования в конце концов они нас измотают да это весьма вероятно мне пришлось принять непростое решение о том как мы будем расходовать пытающий на глазах ресурсы помочь полудюжине пограничных колоний пострадавших от налета турианцев или приобрести топливо для нашего флота десанта кораблей и я предпочла топливо если мы не можем переводить войска мы не можем сражаться дальше тогда все чего мы достигли будет потеряно похоже у нас не было выбора легче не стало надо недели через три донесения о смертях посыплются на мой стол и я буду внимательных изучать каждую строчку каждую деталь мой приказ обрек этих людей на ужасную смерть меньшее что я могу для них сделать это запомнить их имена мои предки пришли оттуда где жизнь имеет все меньшую ценность еще меньшую ценность чем в ориганском пределе люди умирают ледя рано вы ничего не сможете с этим сделать я знаю аж панцер поверьте мне я знаю но я не могу позволить себе забран зовить и я знаю как этого избежать я помню людей чьи жизни переживали слишком рано память причиняет мне боль и она же не дает мне смириться с этой утратой прошу прощения леди рано на зашифрованное сообщение по гипер пульсу с гульдры модера камея он у меня архив моей семьи я не могу открыть его прямо здесь на учитывать то как надежно был спрятан там было что защищать да ладно неужели все прошло по плану а теперь плохие новости на меня охотится директорат и они уже совсем близко я все еще опережали на пару шагов но скоро вам придется меня вытащить мой подкожный передача включен работает на частотах лейлистов хоть раз у нас что-нибудь все по плану ну хоть раз я сделаю все чтобы выжить и не дать им схватить меня пока вы будете добираться сюда чтобы не случилось я не позволю им заполучить эти файлы сейчас нет ничего важнее этого мне пора модера передачу закончил изображение александра мирца от исчезает сообщение подошло концу командир направляйтесь на гульдру я буду ждать вас там со своим мехом в полной боевой готовности мы вытащим александра и заберем те доказательства которые он собрал мы должны это сделать от этого зависит будущая реставрация контракт следя рано по спасению орда модели поиску добытым доказательств уже подготовлен в командном центре мы займемся как только вы решите что мы готовы обвешанный рбд установками команду 2d маленький пронарливый боец способность сокрушить мехов которые вдвое или даже втрое крупнее него только будьте осторожны ведь сам он крепким здоровьем не отличается набираются опыта да 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 а где он у нас вот он у нас да дружище поздновато конечно ты немножко к нам пришел рмд рмд в рмд средний лазер обвешан ты конечно установками но выглядишь прикольно так что по ремонту battle мастер замены а что нам уничтожили блин радиатор один уничтожили радиатор перья тогда может быть еще и средний лазерки поменяем нажим по моему появились то ну вот есть средний лазер роткоствольный пич нагрев 35 нагрев 18 ей 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 но с одной стороны мне конечно нравится что не такой мега залп с другой стороны очень редко мы эти мега залпы делаем он пока так оставим может быть имеет смысл поснимать с него это огромное количество средних лазеров не знаю может быть крупные лазеры поставить большие пичи поставить таков дальнобойного товарища из него сделать хотя с его подвижностью можно и так оставить хорошо что по контрактам здесь по контрактам здесь опасные цели вот разве что они против пиратов это тоже нет барбики на заднем дворе против конкордата три с половиной черепка засадный конвой чуть не очень хочется сказать может быть сразу на эвакуацию полететь 22 дня лететь почти 3 миллиона награда 315 деньги принципе нас сейчас есть да давайте сразу полетим давайте эвакуация что-то подождите инженерный отсек а почему я ничего не улучшаю у ее в какой-то момент забыл запустить и с тех пор я ничего не улучшаю ли мне может быть меня просто денег на тот момент не было энергопитание проводка реакторы давать я проводку хорошо хоть вспомнил ладно так что-то модифицировать надо мне сейчас из мехов или оставить так как есть принц можно оставить сам пускай будут так биржа труда их там интересный все обычные белая роза отличное имя для с такой внешностью ладно эвакуация погнали давайте в этой серии долетим а в следующей серии уже начнем сразу с задания гульдра противовирусные средства от чумы у меня нет таких путники в беде на ежедневном совещании сумерой рассказ о сообщении получим от находящихся рядом корабля не говоря что их экипаж заболел периферийной чумой но местные власти разрешили им совершить посадку и обратиться медицинской помощью дариус пожимает плечами могли бы продать им часть наших лекарств это немного осложнит работу медотеку на дому что в такой ситуации наверняка нам заплатят доктор мурат это предложение кажется оскорбительным командир в космосе должны помогать друг другу кроме того местного властям века понравится наша щедрость противовирус средства чумы поделиться добытыми противовирусными средствами а где откуда они мне могли взяться средства чумы противовирусные ну дать им просто препаратов мне не будем продавать вы кивайте доктор мурат такой ситуации можем оказаться и мы немедленно организовать передачу препаратов рот получает штраф к медицине получаете одно очко репутации фракции вылист арана бесполезное событие все проекты закончены командиром ну ладно бесполезное событие обидно но ладно что ж теперь более противовирусная чумы где бы еще взять противовирусных деньги списались прямо во время перелета заплату зарплату отдали видать спартанском можно жить боевой дух минус четыре не на нормальном уровне оставимся и останемся так ну и спи деньги у нас еще есть командира заканчиваются деньги но все началась паника и нам там много денег сейчас дадут нормально все будет на прилетели давай сейчас магазине глянем не пока рада есть магазин боли на нет магазина а это вражеская система же вражеская система мы здесь вытаскиваем нашего дружочка да это ауреганский директорат послушайте это новая область кстати открылась она же по-моему на закрытой было и конкордат здесь конкордат а тут кто федерации солнце без нас вообще пустят туда когда-нибудь местное правительство нищета примитивная цивилизация здесь что большое население уровень внутренней сферы электронные компоненты да все круто конечно но контракты только эвакуация ну ладно ребят тогда давайте в следующей серии мы это выполним но сейчас прощаемся всем спасибо кто посмотрел это видео если она вам понравилось ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на канал это очень приятный крайне полезно для развития канала еще раз всем большое спасибо и всем пока